Разгрузить проблемный участок получилось. На Казанском шоссе выделены дополнительные полосы движения для автомобилистов, поворачивающих налево на улицу Богдановича со стороны деревни Афонина и на улицу Академическую в сторону выезда из города. Сейчас движение в центре города организовано по трём полосам. Одна идёт налево и две прямо. Традиционно здесь была пробка на въезд в город, потому что не хватало полос. Автомобилисты, которые двигались со стороны Афонина в центр города и поворачивали налево, соответственно, затрудняли движение для тех, кто двигался прямо. Произвели небольшую реконструкцию, участок всего лишь 200 метров. Небольшой, тем не менее, это позволило разрешить серьёзную транспортную проблему. Появилась дополнительная полоса для тех, кто поворачивается налево. Выделенные полосы работают уже неделю. В центре организации дорожного движения промониторили обстановку. Оказалось, что загруженность данного участка снизилась на 60%. Если раньше здесь собиралась пробка длиной более километра, то сейчас затора практически нет. Я проезжал полчаса назад, а вот въезд в город был более так свободен. Как-то удобнее. Весь поток в две полосы идёт, а вот на третью полосу заходишь и ожидаешь просто сигнала светофора. В целом, очень хорошее решение. Очень грамотно за счёт дополнительного движения поворота решается вопрос пробки. Подобная практика на городских магистралях будет продолжена. Дополнительные выделенные полосы должны появиться и на других проблемных участках. Речь идёт также о Казанском шоссе и улице Родионова. Сергей Щеплягин. Время новостей.